здравствуйте драгоценные мои друзья ну сегодня вам немножко расскажу о колдовстве как значит раскатывать колдунов по дороге но друзья мои дело опасное на самом деле так что занимаясь этим вы берете на себя кармическую ответственность потому что если вы это делаете ну тем людям которые вы этого не заслужили то есть ваши вселенские весы настроены так что вы делаете кому-то плохое потому что вы его не любите по мнению вселенной но это несправедливо то есть вы делать действуйте из корыстных эгоистических побуждений то соответственно будет кармическая обратка а рано или поздно вы за то что желали зла кому-то вы поплатитесь поэтому все это колдовство всегда надо делать в нейтральном состоянии вы не должны испытывать ненависти к этому человеку против которого вы применяете колдовство и естественно это должно быть в идеале справедливо то есть если на вас кто-то нападает кто-то пытается колдовать забрать ваши ресурсы скинуть на вас что-то вы имеете право во всяком случае защищаться и защищаться активно вот эти правила надо соблюдать они то что и если вы это делаете вы значит все равно несете ответственность делать это можно по-разному есть разные методики но самое эффективное конечно есть у вас колдуны да вы знаете их есть у вас их фотографии к примеру или вы не не знаете или у вас фотографии нету но вы понимаете что кто-то колдует в таком случае вы должны сделать ну изображение некий вольт это может быть кукла сделанная даже не так серьезно как кукляк а кукла там из подручных материалов соломинок веточек главное вы ее привязывайте энергетически привязывайте к тому человеку которого на которого вы колдуете либо это изображение это может быть рисунок даже вполне какой-то детский рисунок если вы не обладаете художественным навыкам который вы вкладываете вот эту свое возмущение свою боль вы рисуете ручки-ножки ножки огуречек получился человечек того человека который колдует на вас или на ваших близких и вот это вот изображение этот вольт которого привязывать по чакрам к человеку нужно за что-то зацепить за что-то зацепить я делаю это обращаясь к помощью к эгрегору дубов и прикапываю эти изображения эти вольты под рядом с дубом не под корнями чтобы не повредить корни дерева а немножко рядом там где это будет для дуба безопасно чтобы он зацепил эту эту энергию и также этих людей как бы приостановил при работала эта энергия пошла на пользу и дубу и всему и всему эгрегору это можно сделать и с другими деревьями с коими вы имеете связь то есть у вас есть как бы симпатия да вы медитируете вы можете объединиться с эгрегорами этих деревьев подсоединяете и как бы зацепляете за за бампер свои машины энергетические и едете какое-то расстояние чем больше расстояние и ваши намерения чтобы вот эти вот машины которые по ним проезжали они доставляли им проблемы их энергетику злобную не достать если вам не нужно чтобы они умирали или болели но от и злые намерения должны по этой дороге быть развеяны чем больше длиннее дорога тем больше машин проезжает по этим дорогам колесами да тем вот намерение они хотят злобствовать хотят живодерствовать колдовать а у них не получается если они делают нормальные дела просто живут житейской жизнью да бог бы с ними хорошо на то есть ваше действие не должно быть такой чернухой откровенный когда вы там желаете что как бы сдохнет сдохнет сдохни 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 нет ни в коем случае хотя конечно злодеи могут применять и такие методы но учтите друзьям и конечно все это кармические кармические придется рассчитаться за это и вы потом с этими персонажами может быть встречаться будете еще десятки жизни с ними но если вам это надо ну это ваш опыт пробуйте если не надо то все таки будьте благоразумны не давайте своему гневу может быть несправедливому выливаться наружу и отравлять от вот так друзья моих привязываются колдуны можно стихийно где-нибудь примеру речка болото а вот когда вы там уезжаете какой-то камень а в городе к примеру ну можно даже там я не знаю в конце концов все равно это действие не очень длительное привязать к мусорному баку то есть вы заворачиваете в пакетик вот эти вот куклики но в случае чтобы мусор все-таки вывезли не сразу же если вы утром бросаете его привезли вывезли как бы не очень хорошо если мы бросили до мусор и он лежит до следующего дня вы за это время как раз едете куда-то и раскатываете этих граждан по этому но я предпочитаю стихийный на можно в горах там камеру если у вас договоренность каким-то местом прикопать и повернуть можно ли это сделать не закапывая кого-то в принципе конечно можно сделать так сказать виртуальные но это немножко может быть хуже а немножко менее эффективно но все равно виртуального привязываете в принципе даже каком столбу на вот привязывайте там этого мариуанну колдуху старую привязывайте к этому столбу виртуально и ее разматываете как резиночку как разматывайте разматывайте по дороге но учтите что к примеру если вы перебираете с этим если у вас там врагов много в этом привязали целый батальон то дорога ваша будет нелегкой то есть понимаете что пространство она спросит с вас и если у вас недостаточно лишней силы что у вас могут происшествия по дороге вплоть до из этом фатального какого-то фатальной аварии если вы думаете что дай-ка я привяжу все российское правительство и раскатаю ее по дороге там москва анапа вот как хорошо но в этом случае вы можете не доехать потому что как бы сопротивление системы дорога под вашими нога под вашими колесами будет ой какой скользкой ой какой нелегкой поэтому как говорится бери ношу по себе чтобы не падать при ходьбе ну вот друзья мои вроде как наверное ответил я на какие-то вопросы ну такие действия я не для себя друзья мои для себя я этого не делаю никогда потому что справляюсь собственными силами и в принципе люблю своих врагов я их использую немножко по-другому но для людей которые страдают часто страдают очень серьезно вот нападок колдунов такие действия я предпринимаю я делаю поэтому вот сегодня отправляясь дорогу тоже сейчас с утра проделаю такие манипуляции уже у меня готовы готовы эти вольты ну и вот вместе с ними посмотрим посмотрим сумею ли я доехать или вселенная остановит все драгоценные мои друзья пока счастливы